с геймпро представляет нашу вселенную галактика приветствует тебя меня зовут адам и это прохождение dark souls remastered мы остановились в кромежной тьме где-то здесь до добежали наконец-то какой-то второй или третий костер где наш фонарик если честно вот берешь и спрыгаешь вниз это наверно кратчайший путь отсюда думал по поводу оружия мы скорее всего возьмем меч черного рыцаря сделаем его принципе должно быть нормально так здесь вот эта собачка за ним большой скелет у а здесь проход вниз нам они не нужны мы идем вниз да не прыгай только кого и того конечно никого никого я совсем никого нам хана нас ну все зажало понятно вроде смотрел никого не было смотришь никого нет делаешь да это вот это сверху которая пошла ладно я просто не ожидал что она пойдет она вроде не шла или это другой собачка это хреново души забрали где-то она идет вот эти удары на бой зачем а можно нет нельзя там еще скелет прибежал там еще прибежал скелет интересно интересное место очень интересно нет если было бы видно то это было бы несложно вся проблема в том что не видно и вообще нифига собственно говоря обломок белого титанита и в принципе наверно идти надо куда-то идем 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 они идут за нами на или как какую-то душу нашли ага спасибо вот что ты нас пугаешь то вот что ты нас пугаешь прыгай убили да как же здесь темно как же здесь темно вроде внизу не можно упасть а можно и совсем упасть то есть можно упасть совсем а можно еще и не совсем нельзя это просто как камушки какой-то спуск но это не лут это не лут вот так это тот самый спуск а это море спор который или как там она озеро золы это где мы с гидрой сражались локация мы аж сюда спустились но очень глубоко под землей да спускаемся еще ниже лесенка и да может так посматриваю вдруг тут где-нибудь стены есть или что-нибудь проходы секретные но пока ничего нету то есть вон он проходик по скалам вот этот есть но туда мы идем здесь какой-то вода вот есть пещерка и проход дальше или как или там нам куда и ящерка ящерка стой есть все таки успел я уже думал не успею на самом деле здесь хотя бы видно здесь хотя бы видно здесь тупик или какой-то проходящий есть не тут ник видим а тупик да где-то там дракон ну непонятно и дойдем в пещерку что тут у нас пещерки тесном этом что не пропустили в этой темноте если пропустили на там же не видно вообще ничего и там вот не видно ничего эти вот возвращаемся возвращаемся в это не не видение и что успел кую как ему с ударит здесь танцы танцы не догнали не догнали не достали опять не достали вы меня вынуждаете граждане и наш большую меч вот вам ух ты не достали опять не достали так все ну все равно с такой длиной тополь попроще будет с ними сражаться я так понимаю они сейчас еще будут вылезать так что готовимся так там лучник стоит я его даже через тьму эту вижу лучников чую просто заверсту вот этих вот спиногрызных ага так и знал вот эти подставы а можно а можно нас не подставлять больно нужно отступать нужно отступить он достреливает до сюда или он мирный нам бы подхилиться и подхилиться не вот это вот ерундой а как смысле не ерундой а ну-ка бомбочка сюда как их убрать вот так подхилиться вот так талисманчиком чтобы эстус не тратить тут вроде пока видно тут пока видно можем а если силовой слишком медленно он бьет слишком медленно и все равно не достаем почему-то вроде длинный меч должен доставать и вот так один есть танцы танцы и все второй так остался там лучник и еще одна эта хрень ползучая нормально а как у нас ты серьезно как-то так попадаешь а мы так попадем у нас не отравленные стрелы нормальные которые обычный вот так потому что мы из-за этой хрени не пройдем к лучнику стрелы есть можно мы пострелять немножко это она как-то как-то побыстрее стала ползти все готова что лучник а вот с лучником наверно уже нужно сменить обратно у нас пока идет таким переключение туда-сюда у что-то мне подсказывают что да я так и знал что там еще один и что нам делать он сейчас нас напрыгнет и скинет он напрыгнет час и скинет нас а а если мы пробежим в наглую вперед успеем но туда если напрямик или же будем надеяться на чудо нет не делался нам нужно попасть момент тут он стрельнул и и вот так и отходим чтобы лучник нам не мешал ну-ка нет бежит бежит ногой мимо лучник стреляет до свидания я этого я этого и ждал на это надеялся и это случилось но что лучник теперь в честном бою не упасть бы нам грязь лицом как говорится для стрелять все да такая себе ловушечка такая можно было попасться здесь если расслабился то все да что у нас здесь а здесь какая-то засада так то это типа как босса вон те были штурмой лук то у нас не прокачанный для нам таких стрел не хватит никаких печально это печально а что нам делать как нам здесь пройти здесь один вариант это пробегать не стреляются они в нас стреляются а это что-то мелкие какие-то бегают вот вас еще тут не хватало реально че надо тебе мелкий угомонился придется наверно как-то не я даже не знаю как чтобы нас не убили а есть такой вариант мы жить хотим еще мелкий бежит чё не делает это лучше не подпускать надо мало ли человек не ждать то а здесь мы напрямик пробежать не можем так ну вот одна здесь эта хрень нужно пообщаться и убивать до убиваем так 1 убили куда мелкие делись тоже мы всех убили опасно они прям там встали все втроем три фаербола может быть как-то их обойти можно если мы вот сюда но они прям наверху втроем стоят это что-то как-то слишком сильно нет может просто пробежать тогда непонятно просто костер довольно таки не близко чего они делают то ну и там еще один стоит или нет ну и ладно пробуем какой-то лут ну шаг героя у нас повезло сейчас нам пробираемся ну и все как-то вот так хотя бы прошли пускай они там себе стреляют они за нами пришли сейчас мы сядем поудобнее поскольку это босс он честно говоря с первого раза я его навряд ли пройду конечно я сейчас во первых пока вспомню как что где и мы уже будем у костра пока я буду вспоминать а что такое себе да значит спрыг с этим мечом убить или тем большим я даже честно говоря не знаю а а а а а а не то нас уже сразу бьют как говорится отбежим я думал вернулся нет не вернулся и опять нет яд яд это плохо я не успеваю ничего сделать поле тайминги то ли что нет я сказал сейчас по-быстрому вернемся так вот придется отдохнуть по странам может не будем урон получать а но не честно это все не честно и не успеваю тайминге эти ловить не вижу ничего не вижу принялся надо чтоб он убивал не нас нет нет все хана а его наши души были надо чтоб он убивал не нас а их на вставать таким образом вот примерно как сейчас я встал только вот только вот скелетом назвали ладно спокойно тихо на спустили здесь да что ты таргет сейчас метнулся таргет сейчас метнулся туда-сюда и прыгнул я в направлении соперника соперник сменился и прыгнул в итоге в пропасть фантастика попробуем то что с этим криком делать пока не знаю и крикующая атака пока напрягает мери скелетон и ударили мы его ударили отходить надо ты чего это было больно как-то так опять мы застряли мы застреваем постоянно просто килку оставили прыгаем куда бы нам как место занять нам бы занять место так сейчас бьет куда-то мы опять уперлись типа конец типа кэрит нам конец спину и увернулся как-то я увернулся да беги ты у меня слов нету вот просто чик вот это вот укусят и завода ударчиком каким-нибудь вонючим этот скелет и все он тебя хоп затормозил ты ты просто стоишь и не успеешь уже убежать примерно действовать нужно вот так как мы сейчас и будет в принципе то нормально и и химимся еще раз здесь в смысле да я не успею ты че читеришь че происходит я не успел еще даже упасть на землю как он начал кричать может я слишком быстро нажал может такое быть нет она нет она 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 делимся чаш спиной то встал то зачем захват ну конечно чтоб нас не захватить то в самом деле да ваншот дядя ваншот ладно не будем тратить время сюда потом по-быстрому мы сбегаем так а у есть нежити уезд нежити входим в лес ходим в лес отсюда здесь у нас есть кузнец посмотрим что нам нужно чего вам не хватает вижу тебя замечательный уголь был бы у меня такой я бы выкопал выковал могучее оружие ты не хочешь отдать его мне большой уголь на забирай это великолепно я не разочарую тебя жду не дождусь когда начну работу и научу что расскажешь нет это старая церковь ее бросили ради новой мимо которой тебе довелось пройти здесь берут начало две тропы идущие в запретные миры крепость сена и сад темных корней они притягивают сюда разных безумцев которых не тут которых не твою душу прошу быть нежити но сохранять ясную голову а мы это читали просто пытаюсь вспомнить крепость сена это старинное рестанище которые воздвигли это единственный путь ведущего норлонда да там большинство идиотов не может найти дорогу даже в эту укрепленную ловушку это читали мы это читали поэтому смысл так починить снаряжение можно починить только нечем починить точно ладно неважно смотрим что у тебя можно купить а у тебя только об самые обычные самые обычные осколки полуторный мечет неплохая штука большой кожаный щит она у него в принципе ничего нету у него так-то ничего нету увидимся хорошо если еще раз поговорим мы ему какой-то уголь отдали а у нас их два вроде боги какой у тебя есть уголь и протоколе только в легендах слышал такой уголь используют небесные кузнецы в тайных обрядах может быть ты одашь его мне я всю жизнь мечтал выковать небесное оружие прошло ага великолепно великолепно благодарю тебя андре из асторы не разочарует тебя поверь изменить у нас никакого оружия нету мы еще пока ничего не делали броню тоже не усиливали естественно глазами пока до заняться фармом немножко пройти а этот я же этот костер усиливал разве нет вот этот костер я усиливаю нет не усиливал я забыл это сделать ну ладно не усиливал так не усиливаю пойдем с 5 с тусами не страшно нам нужно в сад темных корней вернуться я думал оставить волка сифа но потом после длс ушки там дополнительно небольшая сценка есть но правда она такая действительно маленькая один и и наверное стоит все таки это делать потому что пока мы не убьем волка сифа мы не сможем сделать наш меч небесный наш небесный меч там конечно можно сделать проклятый но проклятый все таки думаю похуже в данный момент будет он позволяет бить призраков но призраков мы через проклятие будем бить в любом случае да да мы даже этих с одного удара не убиваем а тех убивали странно да телепорты есть но они увы не полные конечно же к сожалению то есть нам придется потом заново бежать туда 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 присядем сюда вот этот я усиливал да вот этот я усиливал но это тоже хорошо побегаем теперь здесь отомстим всем тем кто нас обижал ранее кого мы сами обижали ну обидим еще раз ничего страшного мне надоело ты мне надоело и отсюда бежит тень хорошо что не согрелся клирик хотя мог хотя мог просто уничтожаем следующий там еще рыцарь клирик вот он за клириком рыцарь с этими разобрались а вот рыцарь где-то тамут рыцарь вот она этот бежит хорошо как мы с ним теперь справимся или нет просто спамить будем вот так вот да хотел бэкс от но не получилось по красоте это не получилось а вот так получилось легко легко отомстили за него тысячу дали что вы издеваетесь он единственный кто нас ваншотал просто с одного удара все остальные просто лохи и в прямом смысле ну пожалуй там еще этот рыцарь мог до оба рыцарь мог еще что-то нам сделать остальные просто ни о чем но идем искать рыцаря потом костру и так вот по новой пока не на фармем что-нибудь себе дам на все а что на хватает в плане рыцарь полен здесь не всегда появляется рыцарь непонятно полен гуляет где-то ну ладно мы здесь не исследовали ничего у нас теперь есть такая возможность здесь не надо прыгать вот это вот время тянуть нам не надо деревья там еще повставали они идут к нам они идут к нам их немало они обиделись лишь пошутил я аж пошутил я же пошутил вы чего заверили до нельзя же такими обидчивыми вы чего лес восстал просто лес восстал они нас карают так пол леса выкосили все еще вопросы к нам имеются гуляньте на них а зверели вообще но за них правда души совсем мало дают здесь ничего просто водичка и все просто водичка и все и здесь ничего а здесь есть как опять не дотянулись сна это как это как я тебя слышу но не вижу да и ног опять лезет как же мне надоедает этот пинок понятное дело что я жму вперед хочу поближе подойти сколько вот здесь мы реально пол леса уже выкосили восточный шлем так это восточный сет прикольный внизу гидра а этому наверху получается где башка вот здесь мы вот оттуда вот да 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 вот оттуда мы шли тут голем и внизу и там гидра нам эту гидру это кстати первая гидра мы должны были сначала вот это убить а потом вторую а мы убили сначала вторую которая была намного выше уровнем чем мы почитаем наш новый доспех вот он оригинальные доспехи сделанные на востоке эти изящные доспехи обеспечивают надежную защиту в особенности от ударного оружия главной угрозы в бою на востоке ну так то прикольно можем даже примерить и шлемочок такое восточный воин река ты стали медленнее ну да восточный воин но мы все-таки вернемся тогда не знаю перед нам рыцарю пока самые пока что для нас лучший шмот мешок на голову на тусклый капюшон ничего нам не дают в капюшончике он странника пока бегаем вот так а если мы шлем вернем элитный этот нас это поменяется да у нас поменяется когда у нас поменяется вот незадача придется пока так пока бегаем так здесь расширяется зона здесь могут быть те кого мы еще не убили а видно так себя один уже приходится присматриваться потому что не видно древесину видим еще вылупился один или один сзади хорошо все так по поводу спуска здесь спуск это получается нету если мы говорим о гидре если мы говорим о гидре она нас увидела да может быть может быть здесь пуска нету а вот здесь внизу вроде он там есть сможем пока сделать вот эти вот постики всякие доделать дела которые не делали пропустили по тем или иным причинам станем как раз сильнее потом пойдем уже мстить всем что нужно доделывать наш билд по нормальному так налегке не получается прям идти где рыцарь то я все хожу пытаюсь рыцаря найти а лучника нашел нашел не рыцаря а лучника а вот лучника я пушек не находил вот тебе бам пять тысяч не забирай свои слова обратно двойная человечность черный лук шляпа фарис да и лук нашли двойная человечность это круто кошки вот там кошка сидит мы пока к ней не пойдем то есть там в ковенант вступить там все дела но если мы вступим в ковенант то мы не сможем здесь фармить души интересно это одноразовый лучник был если нет может здесь просто быстренько тогда наберем ну реально рыцаря нету я его убил где-то два раза где-то два раза входим сюда посмотрим это спуск гидри да это спуск вроде бы как гидри есть лесница вниз и есть мост на ту сторону но в принципе пока это не нужно идем идем пока как идем здесь большие коты это коты это коты нежные котики иди сюда эскиз эскиз ух ты они больно кусаются больно сейчас у нас съест конечно нам бы подхилиться нам бы подхилиться ты как нам дашь подхилиться котик вот так вот оп разочек нет не убегай зачем там еще два это больно это больно не с тремя котиками мы не справимся а они зверели не но вы чего может не надо какой на что чего-то троем сразу нападаете как-то так как они сразу норовят укусить голодные голодные кошаки на это камера еще еще эта камера может ему иметь просто не нравится может такое быть аккуратно аккуратно вам 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 тут вроде они не атакуют если так но упустить не прочь это было близко добить бы тебя тебя бы добить не тоже другой прискакал один есть один есть давайте давайте укусил меня за что ты меня укусил где 2 то хорошо или не очень хорошо ну как то так как и жесткие какие то все какие то жесткие дерутся все дерутся не достали второго убили последний я надеюсь во всяком случае я надеюсь все по две тысячи стих тоже дают да не сразу заметил некогда было смотреть мы пытались выжить есть лишь здесь что-нибудь вот здесь тоже можно было с ними драться вот здесь в деревьях но до сюда мы могли просто не добежать большая душа туда еще надо сходить будет посмотреть а здесь у нас так а здесь у нас ничего вот этот вот пути был а наверх можем залезть и только коты могут сюда запрыгивать да только коты мы не коты в данном случае тогда бежим отсюда налево смотрим что есть вот он мостик а ну и там вроде босс за мостиком грибочки бегают здесь еще что-нибудь лежит конечно надо посмотреть большие грибы стоят маленькие бегают там сундук там сундук интересно здесь большие грибы такие жесткие и все таки полегче чем внизу были должны быть полегче на самом деле здесь мы уже должны быть выше уровнем чем они а внизу мы ходили там они уже сильно жесткие а мы даже было чем их или за то что большой щит что-то мне кажется все равно он ударит больно да я сказал проверили так чисто но лучше бы не проверяли эти чак норрис царские грибы эти чак норрис царские грибы да что ты будешь делать я думал вернулся но нет это скрытый двойной хук это слишком сильно один готов кое-как один готов они просто гуляют или нет вроде мирные да подохильнемся разумерные что-то мне кажется если мы сейчас будем драться с большим они огранутся на нас а может и нет но он уже на нас огранулся во всяком случае иди сюда раз два а по видео много древесины вам но как то так щит спас щит помог золотая спала что у нас в сундучке это что не мимик зачарованный уголь и кстати говоря а вот зачарованный уголь по моему андре не нужен это наверно другому кому из кузнецов так ну раз эти мирные мы их не трогаем а здесь нет еще лежит или нет вроде ничего не горит вроде ничего не горит таком случае бежим к боссу да и все этот босс не такой легкий потому что мы мы совсем не до кач но в принципе не до качестве всего сейчас я сильно не качался это в принципе с одной стороны хорошо мы больше там покупали всякие штуки там шмот оружие там так тратились на расходники всякие а в уровень мы особо не вкладывались на далековато костер к сожалению сейчас по урону посмотрим как у нас пойдет дела сильный мы не докачили как сив красивый волк не хотела тебе сейчас к тебе идти вроде нормально урон идет здесь попал пенемся он вроде не против был как-то опять попал каким-то способом и на им все конечно сейчас мы как тебя пнем не жадничаем аккуратно так то он вроде не сложный но все равно не хочется еще раз бежать просто музыка здесь конечно грустная по истории рыцаря арториаса и волка сифа грустная история честно говоря их очень жалко все да легкий босс извини сиф кольцо арториаса душа сифа человечность косточка после победы над сифом радости не ощущаешь грустно грустно кольцо шешнем это мы тоже знаем кто рядом с могилой арториаса скоро мы когда пойдем в делу в делосе это а мы знаем уже поподробнее познакомимся с арториасом и и с ней тоже с вот этим персонажем который лежит возле могилы так здесь значит кольцо с шерстнем вот она одно из особых колец дарованных четырем рыцарем гвина кольцо с шерстнем принадлежало клинку повелителя сиаран усиливает критические атаки и позволяет истреблять противников кинжал сиаран наносит смертельные удары врагам повелителя гвина да это сиаран еще один рыцарь гвина все прочитали здесь ничего не упустили черный лук 18 ловкости у нас все на 18 ловкости получается следующие билды все забинчено просто на 18 ловкости то есть больше 18 вроде нам не нужно будет пока во всяком случае любимый черный лук прославленной лучнице фарис стреляет на большее расстояние по сравнению с обычными луками но не так удобен воина без подходящих навыков он не впечатлит ну да пока хорошо нас устраивает что мы еще выбили мы еще убили вот на этот меч нам нужно тоже 18 душа сифа есть теперь мы можем возвращаться стоит ли нам сейчас говорить с кошкой наверно нет наверное нет я сейчас еще по форму вот попробую прокачаться до кострады бежим а зачем бежать когда можно телепортироваться правильно 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 я сейчас об этом подумали а я последний а я последний косточка возвращения посмотрим на четыре уровня нам наверное не хватит хотя душами докинем даже прям сейчас душу у нас есть какие нет какие-то там какие-то то так души души дур душон очки наши две закинуто ерунда 400 и 2000 2000 пойдет 4 ловкости нет не хватило естественно потому что нужно было около 80 у нас да я забыл что по 16 от 13 и выше 17 ловкость еще одна но мы сейчас закинем конечно не проблема у у нас там две геройские души нашли у не то там были внизу вот они две ну вот используем наверно вот эти вот три штучки он 15 это я переборщил что-то я переборщил все 18 ловкости 18 ловкости теперь меняем экипировку черный лук он стреляет дальше то что нам нужно и необходимо затем затем меч меч теперь черного рыцаря это большой меч это обычный меч а это большой меч наконец-таки мы его взяли он побыстрее намного чем цвай примерно как полуторный меч только посильнее то есть нам очень повезло что мы его выбили и в принципе с ним можно всю игру спокойно пройти уже может быть буду менять на свой хандр но опять таки мы с ним будем бегать скорее всего до момента когда я соберу небесный меч арториаса и меч бездны это тоже меч арториаса нам сейчас не хватает ни на что нам закупиться теперь нужно будет титанитами вот этим всякими вот это я когда вырежу не буду это все показывать уже покажу момент наверное просто заточки поднять не мать время вот мы у кузнеца я немного опробовал меч здесь на рыцарях великанах правда я это не заснял он даже на плюс 0 он не понравился неплохой меч ковать может да я немножко пофармил в этом лесу и сделал где-то круга три-четыре по вот этим вот четырем мобиком принципе там на маленько так где-то по около 10 13 тысяч за круг получается вот желовчиться можно это делать быстрее меч я еще не точил ничего не покупал а нет покупала а немножко у кузнеца немножко купил да здесь я сейчас еще душ немножко пофармил поэтому получилось вполне неплохо нам нужен вроде мерцающий титанит я посмотрел я не знаю только сколько например 4 возьмем вот так вот больших осколков бы тоже взять немножко куда пока что вот сейчас усилием как можем вот он нулевой еще меч пока что хорошо точится хорошо бром мерцающий еще идет мой какой хороший дамаг у нас а то есть все да на плюс пять да он точится на плюс пять хорошо нам хватило его заточить даже вроде на один уровень нам осталось душ рад это мало правда этого будет мало чтобы нам еще поточить может броню сильно ли нам это даст например броню элитного рыцаря вот это ну так вот чуть-чуть тембов не знаю вот на плюс 5 до а это на плюс 4 вот на плюс 5 что-то нам это даст а может и нет если мы пойдем к ниту то даже не знаю все равно не хватает маневренности в этом сети пока мы не доведем стойкость до чего-то более такого интересного нам не хватает большого титанита так на плюс 5 ну капюшон странника даже не знаем совсем немножко точится смысла не вижу тратить ресурсы шлем пока тоже не точим потому что мы его пока не можем носить нормально сейчас опробуем меч на вот этих мобик как вы себя чувствуете раз по 300 шикону два удара два удара мы его полностью проточили это просто теперь будет совсем другое дело он намного сильнее на ком еще потестить а тут уже я всех убил там я уже всех убил не потестить до костра далеко бежать так что давайте тогда на парнемся парнемся их экономика да я там даже не присаживался у костра просто по анарлон до пробежал и всех убил так теперь сколько нам не хватает на уровень не хватает хватает хорошо выносливость кидаем выносливость нам нужно повыше выносливость поднимать даже предлагаю использовать все души что у нас есть я бы даже еще бы сбегал по фармил на самом деле чтобы поднять выносливость где-то хотя бы до 30 и оттуда уже можно будет работать по-нормальному пока что маловато получается две души давай на пару уровней нам хватит наверно нет наверное нам не хватит всех душ сколько вот это даст до 18 до хватит на еще поднимаем так 24 выносливости 24 выносливости как у нас теперь дела пока также это мы с кольцом хавела это мы до сих пор с кольцом хавела если мы все-таки теперь снимем его а любое нет к сожалению нет нам нужно много выносливости качать чтобы без кольца хавела бегать освободить этот слот это будет совсем другой билд это будет намного приятнее играть это будет тяжелый тяжеловес такой в тяжелых латниках с магией все дела и при этом мы будем маневренные то есть это билд который я вот сейчас хочу сделать я им уже играл я играл без магии то есть без веры совсем сейчас не то чтобы веру шли мы также в принципе без веры с минималкой там но хотя бы хилка у нас есть дальше раз мы здесь мы можем сбегать в крепость сена вниз туда где маном вниз туда где маном как раз да посмотреть как там заодно отомстить им они нас не убивали но в плане того что мы тогда там не были нет совсем другое дело конечно теперь чувствуешь себя таким перекачиваем я только недавно были не докачиваем мы всего лишь точнули оружие я хочу спрыгнуть я хочу спрыгнуть и убить их вот так много довольно таки довольно таки много а что делать 1 2 тянемся хорошо он они косые они косые но попадают а вот так оп оп готово это нижний нижний еще жив кто-то опять нас еще стреляет подхилим ся подхилим ся ведь не того не то не то действие добиваем да здесь это замедление здесь это коварное замедление просто раз мы здесь оказались я думаю почему бы сюда не зайти все-таки рядышком когда еще такая возможность предоставится нам нужно выманить вот этого идешь нам повезло кто-то упал там это змея это упало опасно либо чтоб тот не начал у нас стрелять который зале больно больно и неприятно надо подхилиться надо подхилиться дашь нам подхилиться нет вроде нет сейчас он нас подхилит он хочет нас просто убить он хочет нас убить да и все сложно сражаться с таким замедлением раз ты на в нас не стреляй пожалуйста мы тут и так жертвы обстоятельств так и один удар ему остался до свидания хорошо по крайней мере с этим разобрались а что-то за ним я не вижу там ящерица там ящерица издеваетесь что ли как я ее должен да ну это же чушь это же чушь как я ее должен убить они угорают что ли дальше с этим замедлением а нет это не ящерица это я косой просто это его рука я думал ящерица очень похоже было я надеюсь он не пробивает эти стены но мы тут так затаились я не вижу за ним лута я думал за ним кольцо которое убирает замедление а его здесь что-то нету этого кольца у тех по хвосту то дадим по хвосту сейчас ты мне получишь от тебя а получил а я ей сейчас бы больно было бы пока как то так сзади тогда его не обходим аккуратно выносливость попали почти по 300 а тогда мы убили по 30 по 30 который ван орлонда был ужас 210 да впритык да ты обходишь ты от нас все страшно тебе оп и все легко просто легко титанитовый шест ловушка и титанит естественно но здесь нету я думал здесь лут лежит а здесь пусто все и я сюда за лутом шел думал что-то лежит интересное фу ты ай дарк соулс тоже мне ничего сложного здесь для нас нету это что а змея инфаркт видимо микарда да мы то его не убивали он сам помер спрыгнул видимо увидел как мы убиваем демонов и все и его прихватило просто я вспомнил про один проход а логана логана можем освободить точно лучше вроде у нас есть а здрасте где же стена мышь ее открывали уже чего стены восстанавливаются сами мы мы же открывали эту стену даже на записи у меня есть хе 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 что за приколы но здесь по моему ничего нету что за месила здесь происходит бежит бежит и все следовало ли так убежать секунду куда-то вот сюда спрыгивать вот сюда бам бам здесь я пошел сюда а здесь был проход я его потом на видео случайно увидел я видео делаю посветлее поэтому видно а мне не было видно этого нет так было похоже на стенку скрытую вот поэтому я вот этот вот момент пропустил мантия черного колдуна хорошо волшебство обешумность это маг это магическая мы не пользуемся таким вот эту дверку мы вот открыли ладно это то что мы пропустили здесь сейчас повернем скинем вниз и все в принципе вот туда давай еще туда запольнем для порядку и все думаю хватит еще разок вот сюда так теперь бежим вниз проверяем ну как ты ящер больно тебе было все готов вот они клетки а вот он шляпа сидит о которого нам говорили я надеюсь этот ключик нам откроют дверь кита оп по идее душа героя хорошо здесь ничего ладно ну что есть у нас ключ откроется поговорить похоже ты в своем уме редкое качество в наши дни мое имя логан как видишь я тут попал в переплет но у меня есть идея ты можешь меня освободить я стар и у меня ничего нет но я могу поделиться с тобой знаниями и волшебством от этого места у меня ум за разум заходит бездействие давит на меня и открыть хорошо открыли ты рад о небо благодарю тебя я спасен я бы хотел продолжить свои странствия но сначала нужно кое-что записать и я перед тобой в долгу я вернусь в храм огня поговори со мной там и я поделюсь своим волшебством договорились договорились о здравствуй не обращай на меня внимание ступай своей дорогой я подойду позже ха со мной будет все в порядке не сомневайся да конечно не сомневаемся да все освободили логана сделали еще одно доброе дело и в принципе в принципе все можем спокойненько отсюда теперь телепортироваться я сюда сбегал просто чтоб не оставлять ничего как и в другие места которые я пропустил тоже сбегаем ну если там конечно что-то действительно такое вот не ерунда что-нибудь интересное или нужное теперь пока не забыли можем сразу же перенестись в храм огня и поговорить с ним там посмотреть что он нам предлагает чтобы продолжить его квест и так далее хотя он нам не особо нужен но все же Сигвард еще здесь греется у костра а эти где они здесь стоят да вот они двое о снова здравствуй я бы хотел тебе сказать магистр логан вернулся и он рассказал мне что этим болваном что там получается моего перед тобой в долгу я от всего сердца благодарю тебя он сейчас войн там ступай поговори с ним да без проблем без проблем как замечательно что ты и я в целости а ну это мы уже читали логан привет я ожидал тебя как и обещал я научу тебя своим заклинаниям боюсь я не смогу обуть научить тебя заклинаниям видишь ли в тебе нет ни капли дара этому нельзя научить но ничего не расстраивайся в жизни есть много интересного помимо колдовства ты найдешь свой путь ни о чем не жалей и не опускай голову легко мы собственно и не рассчитывали это весь диалог рад видеть тебя в целости да 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 в таком случае все я просто с ним поговорил что продолжился его квест раз мы в храме огня сразу же тогда пробежим сделаем другой квест вот я только не помню как лучше его сделать а это ты ибо не тебе не повстречалась госпожа проклятие где же она надеюсь мне и все хорошо о прошу прощения займемся чудесами да даже не знаю где-то могу купить я наверное куплю чисто для коллекции чисто для коллекции чисто для коллекции у нас было типа хилка это и все такое может какой-то талисман будут расширять нам ячейки я даже не знаю ничего здесь не написано просто одно заклинание это очень мало хотя бы два нужно хотя бы два или нужно магию прокачивать чтобы она появлялась я в первой части не помню как это работает входим сюда квест госпожи вроде бы здесь сейчас да она здесь она сама выбралась оттуда каким-то образом не знаю но главное что ее там не убили сейчас она здесь здравствуй я никогда не забуду твои деяния я в долгу перед тобой спасти Винса и Нику было не в моих силах моя благодарность не имеет границ если ты не знаешь я Рея из Таларунда хотела бы я хоть чем-то тебе помочь но я молода и неопытна и лишь умею творить чудеса если думаешь что они пригодятся тебе поговори со мной еще раз ух ты тебе нужны мои чудеса да я буду очень рада если это так что ж давай поговорим о чудесах да вот это другое дело ступить ворд мышь вордине да 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 Винса и ника обманул какой-то чурбан по имени Лоскутик превратив их в полых мои молитвы не помогли им мое невежество и слабость духа обрекло их на такую судьбу Наверное, Петрус с самого начала осознавал мою никчемность, и поэтому решил бросить меня. Я не могу его за это винить. А, Петрус. Предатель Петрус. Трусливый заяц. Да, да, да. Что-то нам можешь продать. Небесное благословение. Талисман. Лечение у нас уже есть. Мощный. Стол. Это я сейчас потратил. Оу. Оу, меня развели. Меня развели здесь по тысяче, по две тысячи. Вот это да. Тут скидки, а мы по фулл прайсу взяли. Или нет? Мощное лечение. Десять тысяч вроде было. Нет. Мощное лечение три раза используется. Вот надо взять. Мощное лечение надо взять. Вот это было там восемь. А здесь тысяча. И вот это слова мощного лечения. Одно использование мы взяли за десять, здесь две. Понятно. Гнев богов. Волшебный барьер. Что за барьер, например? Чудо епископа Хавелла по прозвищу Скала покрывает тело волшебной защитной оболочкой. Она значительно повышает защиту от магии и помогает воинам преодолеть заклинания, с которыми епископ Хавелл справляется играючи. Епископ. Да, но вот такие штучки бы пригодились. А это что? Разновидность силы создает мощную ударную волну. Со временем эпос «Гнев богов» упростился и превратился в современный вариант силы. Эта разновидность силы порождает ударную волну, которая также наносит урон. Да, вот это хорошее. Это то есть сильнее, чем наше, вот это, которое мы находили. Это уже третий уровень, наверное. Вот нам 20 тысяч нужно. 20 тысяч душ. А у нас только 10. Что ж, береги себя. Верер Нокс. По-моему, у нас одна душа героя, это 10 тысяч. Где ты? Вот, душа героя. А мы сначала вот эту используем. 5 штук. Сколько даст? 10, как раз. 10 и еще раз 10. Как раз забираем эти два чудеса. Два чуда. Конечно, нужны. Давай поговорим. Так. Теперь не перепутать. Мощное лечение. И гнев богов. Вот так. Все. Больше нам здесь ничего не нужно. Ну, это не меняет того, что у нас нет слотов. Да. Ладно. Теперь у нас есть выбор. Если мы оставим ее здесь, этот предатель, как-то мог Петрус, придет и убьет ее. Либо мы можем убить Петруса, и тогда она выживет. Мы, благородный рыцарь, зная это, как бы не можем поступить иначе. Как думаешь ты? Или как бы поступил ты в данной ситуации? Расскажи нам. Я же поступлю по своему мышлению, скажем так. Как бы я поступил в реальной жизни. А это именно единственный вариант. Защитить. Защитить слабого. Просто два удара и все. Просто два удара и все. Я не считаю это грехом таким каким-то. Две человечности. Я не считаю это грехом, потому что мы спасли. Мы спасли ее. Это, пожалуй, единственный случай, когда я убиваю NPC, который на нас не нападает. Ну, ничего страшного. Переживем ведь, да? Переживем. Отравленные стрелы нам нужны. Придется сбегать еще куда-нибудь, закупиться стрелами. Так, мы где-то в пучине ада снова. Опять во тьме, я ничего не вижу. Пришли к скелетикам. Естественно, опять начинаются пинки-мешания. Так, что еще ты нам расскажешь? До свидания. С двух ударов теперь мы их убиваем. Сейчас мы попробуем. Как Нита себя чувствует. Теперь. Я практически ничего не сделал. Немножко купил стрел. Буквально на 5-6 тысяч душ. И качнул один уровень. Всего лишь один уровень. Успели. Два удара, хорошо. Два удара, это прям замечательно. То есть я качнул еще одну выносливость. Вот. То есть все ровненько у нас идет. 25 выносливость. А, на уровень уже нужно где-то более 20 тысяч. Поэтому да. Поэтому больше не получилось. Я сильно там не бегал уже. Смысла уже не вижу так бегать. Успели. Два удара. Но стало намного легче. Сейчас попробуем. Пройдем ли мы теперь Ниту? Или все так же будет плохо? Какими мы уровнями там были? Это уровень 4 мы взяли, да? Примерно получается. Ой, да здесь я не буду даже переставлять смысл какой. Фонарь, не фонарь. Если мы... 9 эстусов нам не хватит, то как бы все. А, мы в тяжелой броне сейчас еще. Один удар. А тебе? Во. Сзади. Отходим. Опять они намешаются. Снова они намешаются. Увернулся. Парирование. Парирование. Вот скелеты. Да, это была сейчас случайность на самом деле. Как профессионалы. Оп. Оп. Не успел, естественно. Сразу два раза выпьем. Убиваем их. Забираем души. Ну что Ниту? Раз. Два. И отходим назад. Хорошо. Не успели чуть-чуть. Захват. Захват нам не нужен. Бьет. Я думал он атаку свою делает. Как они намешаются? Больно. Да что ты? Как же они мешаются? Да что ты? Килимся. Плохо. Я не вижу его действий. Плохо. Я не вижу его действий. Бьем. Захват. Захват. Вырнулись вроде. Это где мы оказались. Это где мы оказались? Какое-то читерство. Ай нас эти скелеты бьют. Нас бьют скелеты. Успел. Успел. Значит успел. Да? И нас сейчас просто убивают. Это лайк. Но мы его убили. Да. Мы ему отомстили. Но яд. Яд который все-таки на нас прокнул. Сработал. Сделал свое грязное дело. Они теперь к нам пойдут нет? Интересно. Пойдут они сюда. Ха-ха-ха. Если не пойдут сюда им конец. Им конец сразу же. Семьдесят тысяч душ. Это прокачка. Все. Один из великих пал. Начало положено. По сути. Со второго раза, да? По сути со второго раза. Прошли бы с первого, если б не этот таргет. У нас было эстуса-то побольше. Я с десятью шел. Где-то эстуса семь-то у нас по-любому было. Зажжем костер. Отлично. Так. Здесь отдыхаем, потому что у нас выбора нету. Здесь ничего вроде бы не лежит. Ничего не лежит. Прокачиваемся сразу же. Так. Выносливость. Только выносливость сейчас. Двадцать восемь. И все. И все. Немножко растет у нас выносливость. Всего четыре тысячи осталось. На этом мы наконец закончим эту серию. Подписывайся. Лайкай. Не забывай про колокольчик. И помни, данное видео сделано душой. Душой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok